Из нее мечтали сделать знаменитую пианистку, а ей везде мерещился истребитель. Это телепроект «Человек в городе» знакомки Сирина Кулешова. Говорят, руки пианистов пронизаны энергией. Как тонкие пальцы бегают по клавишам, так и сам музыкант способен со скоростью света переходить от форта к пиано в своей жизни. Наша героиня – лучший пример тому, что главное – решиться. Моя участь была предрешена практически с рождения. Я не должна была заниматься ничем таким, чем я сейчас занимаюсь. Родители видели во мне профессиональную пианистку, а я всегда хотела быть летчиком и управлять истребителем. Естественно, никто всерьез это не воспринимал. Она точно не из тех, кто будет ждать свой корабль под алыми парусами на берегу и укращать душевные порывы на кухне или за столом переговоров. Для меня важно, чтобы в жизни были и паруса, и колеса самолетов. То есть я стараюсь и летать, и ходить в море. В ее типовой рязанской квартире сегодня прекрасно уживаются и пианино, и сувениры из Гамбурга, и даже самая настоящая рында. Без рында на корабле никак. Она очень звонкая. Ею поднимают на завтрак всю команду. Ею отбивают время. Ею отбивают время вахт. Ирина старается беречь нервы соседей. Но иногда только такой звук способен поднять с кровати остальных членов ее экипажа. Если на знаменитом Крузенштерне она всего лишь юнга и помощник, то семейный корабль через рифы приходится вести в качестве капитана. Ирина дважды мама. И со своими девчонками готова хоть к экстремальным сплавам, хоть к прыжкам с парашютом. Мы с ней едем. Я говорю, Саша, я прыгнула с парашютом. Да не может быть, ты же такая трусиха. Я говорю, я трусиха? Я говорю, да ты испугаешься. У меня должен был быть прям вот день рождения. Я говорю, хочешь, я тебе подарю прыжок с парашютом на день рождения. А хочу. Мы с ней были несколько раз уже на фрегате «Штандарт». И на Крузенштерне в этом году мы с ней ходили. Новороссийск, Керчь, Севастополь. У нас был переход. Как начинающий моряк Ирина запомнила главное. Ветер хорош для парусов, а вот в голове его быть не должно. Она за твердую почву под ногами, особенно если это касается бизнеса. И деятельность нашей героини ничего общего не имеет с высоким полетом и бескрайними просторами. Это ведь с ее легкой руки по всему городу когда-то появились первые туалетные кабинки. Когда я отвечаю на этот вопрос, повергаю очень многих людей в шок. Но сама уже за 13 лет работы к этому абсолютно привыкла. Творческая нота, предпринимательская жилка или дальновидность – называйте как хотите. Но после нескольких лет работы в МОЗ-училище и 8 месяцев декрета ей просто надоело плыть по течению и работать на других. И меня как укусили. Я всю ночь не спала и думала, думала, думала. Такой какой-то такой процесс, когда не остановиться, чувствуешь, как в голове эти шарики с роликами соприкасаются. На мысль о далеко не женском и прозаичном виде деятельности навела подруга. Уже утром Ирина спешила в ближайший интернет-салон наводить справки. Она попала в руки к очень неправильному, с моей точки зрения, человека, коммерческому директору той организации, который сразу же увел меня на производство, все показал, все рассказал, видел, что я горю. И еще через некоторое время приехали первые 11 кабин. Она и не думала, что самый бытовой житейский вопрос коснется законодательства, архитектуры и прочих тонкостей, а она сама превратится в дон Кихота с витринными мельницами. Было видение, как все должно происходить. И больше ничего. Наверное, присутствовал какой-то такой юношеский романтизм и максимализм, что все должно быть идеально, так, как это видится. И то, что есть или наоборот нет какого-то законодательства в части данного вопроса, естественно, мне в голову ничего не приходило. Как тут не поверить в силу генов, когда в маленькой хрупкой женщине постоянно спорят то леди, то десантник. Папа-то военный. Может, потому и тянет ее к риску и серьезным людям. В пилотажную группу Русь я приезжаю в Вязьму. Понятно, что у них у всех за плечами тысячи вылетов. Люди несут перегрузки, выполняют фигуры высшего пилотажа. Но у них счастье в глазах. Они живые, они настоящие. А про моряков тут вообще разговор другой. Раньше женщина на корабле сулила несчастье. В первую очередь потому, что за ее внимание дрались матросы. Сегодня, когда девчонок на палубе бывает поровну, а то и больше, все по-другому. Уютнее, что ли? Обучение идет всему. Приехать может абсолютно любой человек. Абсолютно с нуля. Вообще. Который даже ни разу не вступал на палубу обычной яхты. Но единственное, что приучили говорить не последний раз, а крайний раз. Не знаю, но это уже само собой как-то получается. Потому что вот парашюта я прыгал пять раз. К сожалению, в тандеме, но все-таки. И там тоже это присутствует. У летчиков тоже это есть. У моряков также какие-то вот эти вот нюансики. То есть они имеют место быть. И какая разница, что начало вахты в 4 утра, если путешествие сулит стрельбу из пушек или данью 17 века. Ради таких фестивалей настоящие романтики готовы пересечь полмира. Скажу честно, да, у меня разное бывало. То есть начиная от того, что 2 гальюна на 40 человек и душ один на эти же 40 человек, а лучше в порту, там, раз в 3 дня. Наверное, с точки зрения обычного... Извините за автавтологию, да. С точки зрения обывателя, то есть это не совсем правильно. С точки зрения морской жизни, это абсолютно нормально. Я в будущем планирую попасть и на корабли, где англоязычные команды. Ей нравится уходить из привычного ощущения бытия и тянуться за интересными людьми. И вовсе не важно, как далеко эти люди живут – в Гамбурге или за сотен километров от города. Она из тех, кто смело берет билет на рейсовый автобус и вместе с младшей дочкой отправляется на Кавказ. Мне вот в этом плане повезло, потому что, во-первых, у меня есть близкая подруга, которая по духу такая же, как и я, и у меня есть дети, которые абсолютно такие же, как и я. Одному ездить тоже хорошо, тоже нужно, потому что, когда ты не делишься впечатлениями, ты их сохраняешь в себе, и они в тебе трансформируются и меняют тебя самого. Если о семье, то, конечно, ей хочется время от времени отдавать штурвал в надежные мужские руки. Вот только сухопутные мужчины быстро устают, откачки в море быта и сажают свои корабли на мель. Прям под дых меня практически бьете. Я встречаю этих людей. Я не знаю, какие женщины рядом с ними. Некоторых вижу, конечно, с похожими им, близкими по духу. Но в большей части, конечно, эти люди закрыты, и, наверное, они имеют всё-таки более традиционные семьи. Вот я, наверное, всё-таки склонна идти за своим вот этим идеализмом и романтизмом и встретить всё-таки человека, который будет двигаться в том же ритме, что и я, ну или, по крайней мере, в близком ритме, или готовым этот ритм изменить. И на заметку свободным капитанам она с удовольствием изменит свою жизнь снова, если будет ради чего. Вот я для себя понимаю, что выбор есть всегда. К созданию своего настроения Ирина тоже подходит творчески. В буквальном смысле использует в этом непростом деле не только фантазию, но и руки. У меня дети смеются, что если раз в три года у нас не поменялось что-то в доме, значит, у меня депрессия, значит, я не развиваюсь. Потому что если что-то в доме меняется, значит, у меня всё нормально. Очередной ремонт на стадии завершения символизирует отсутствие штормов и рифов. Недавно дочки встали на горные лыжи. Нужно не подкачать, следуя примеру. Тут я лукавить не буду. Да, мне нравится адреналин. Да, мне нравится всё время испытывать себя. И в каких-то моментах, неважно, что это, обычное путешествие самостоятельное или какой-то вид спорта, ставить палочеку чуть выше. Я для себя понимаю, что очень интересно и удивительно каждый раз изменять границы своего комфорта, своей привычной жизни. Это вот как раз то, что делает нашу жизнь интересной. То есть когда ты можешь себе позволить уехать с палаткой и не испытывать неудобств и видеть окружающие меры. И когда ты можешь приехать, там, не знаю, в пять звёзд в гостиницу и точно так же наслаждаясь этим комфортом, видеть то, что происходит вокруг. Главное – смотреть чуть дальше, за пределы своей квартиры и работы, чтобы понять, насколько просыпающееся на горизонте солнце похожи на те самые алые паруса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова